по наводке там парней сбивали в камерах это я сейчас могу сказать просто из-за того что уже реально тех парней нету скажем так они остались навсегда на востоке хотя ребята были из центра украины из одессы были из чернигова из-за львова ну откуда хочешь тогда не было разницы кто откуда просто все хотели одного не то что как бы хотели в европу просто мы не просто увидели что бьют наших детей за несправедливость и вот за эту всю жестокость люди вышли люди там я не знаю камнями бросаться защищаться защищать своих детей своих семьи точно так же как сейчас вот у нас война и мы будем до последнего до последнего украинца мы здесь будем сражаться за свою землю ваши стримы и смотрю что русские они неисправимы вот эти гены русские русский шовинизм он неисправим столетиями сколько чтобы там не было как бы их не уговаривали как бы их не учили ничего не по ничего не ничего им не помогает для того чтобы стать нормальными людьми вот я даже смотрю сейчас вот они живут в такой в таком дерьме они страдают их унижают они живут в своей стране такие таким вот униженным образом сейчас у них есть шанс спастись вот это у них радака и это значит и легион которые их и тут это спасать они должны встать с ними в один строй и чтобы у них чтобы у них остались их не дома они должны всю эту власть смести со своих сел со своих со своих городов они должны встать все вместе они же мы с вами взводы на майдан и вернишь не на майдан и не вышли против против значит путина навального как бы голосовать 12 часов они вышли они все вышли на как будто но сейчас они не могут сгруппироваться чтобы защитить свои города в этом белгороде они просто берут вещи и убегают евгений а вы откуда донецк вы за евгений вы занятка а что у вас за шифрон такой я никогда такого не бачила военная разведка военная разведка а чего вы разведываете а что вы разведывали ваш враг это кто пока украина украина будет украина что она там будет у вас вы с голой жопой воюете что там будет у вас украине вот это вас будет и все а то вы там вспоминаете как пододет бомбил 14 года ведущая можно ему вопрос задать смотрите здравствуйте меня зовут город одесса такой один вопрос вы кричите что мы фашисты нацисты и тому подобное объясните мне пожалуйста а как может бегать фашист за фашистом чтобы убить его если вы уже не бегать не гоняется на фронт отправляет кто фашист другого фашиста смотрите я о вашем александре вроде бы александр мельчаков такой человек из питера который проповедует фашизм я такого не слышал мне какой-то сервер русич вам известно а по вообще предатель власть и блять ну как они же с вами по одну сторону баррикад получается они побегают ухерянчат мирняк валят ты чё он не что я лечу то есть русич не русич не русич на украине гранат воюет вы чё нет не артекат дшрг русич а мы военнопленный который перебежали по это вы смотрите у вас такая женщина корса знаете такую ольга качура я живу в ростовской области город донецк знаешь где сварина находится знаем знаешь вот я знаю когда прилетала вот сюда а откуда прилетала как откуда со стороны краснодона откуда хорошо а кто со стороны краснодором на мог стрелять карту я тебе сейчас нарисую смотрите я знаю что это уже на то время я понял за что вы говорите что на то время это уже было временно оккупированная территория луганской области да а чё шла там хоклячьи войска 79 а скажите мне пожалуйста а что делали в четырнадцатом году 73 псковских десантников которых убили сепаратисты не луганском они заблудились наверно да но они мимо на проезжали хрена просто там получается что когда давал давал этот плотницкий пресс-конференцию он сказал случайно перепутали с высушниками может все быть это война как ты хотел война то есть получается как бы те кто мир убивает самих же русских которые приезжают им помогать это так получается а как вы своих херячите скажи мне не делаем потому что мы не фашисты на 4 часа утра когда мирно люди спят и дети спят не бомбим ракетами украину или россии скажи мне пожалуйста сколько у вас детей людей погибло за все это время очень это время армия стоит армия не воюет я тебе могу сказать как вы не поймете что армия не воюет я служил в разведке 58 армия блять так чтобы все равно в камкане что она вся стоит она не воюет воюет в контракте воюет в 2014 году на донбассе их там нет их не было смысле не было это наверно этот воробей на свистал да нет видал видал ну где ты видел видел какой что вы понимали я уже бывший военный я могу кое-что сказать и кое-что я лучше промолчу как военный военного мы должны понять скажите пожалуйста а с чего вы взяли в четырнадцатом году что надо сюда залазить и решать наши внутренние конфликты веришь я тебе могу сказать одно вы нам пришлось лишь уехали у нас даже дети у меня у меня пацан растет ему 17 лет он меня что даже сейчас вот луганск донецк это как были хохлы так и остались они там не родственники мы их воспитали так ты понимаешь вы воспитали так а мы воспитали так и поэтому мне все равно присоединят их не это были вежливые люди наверно да ну а кто да только правда в российской форме потому что конечно а что она заднюю включила ответ на этот вопрос в смысле заднюю включила стали сопротивлялась российской агрессии потому что ждали приказа от кого от кого от верховного главнокомандующего вообще его не было потом вы еще скажите что януковича мы свергли януковича куда вы дели а кто януковича украл с территории украины на вертолете путин не украл все домой по чемодану он сказал что его никто не свергал это у вас по вашему же российскому зомбоящику раз к ну он сам дает интервью при путине говорит меня никто не свергал я